всем привет этом это панорама сегодня решил поехать и показать вам одно местечко которое называется robin hoods bay это рыбацкая деревня на берегу моря по пути мы проедем посмотрим несколько деревень я взял мотоцикла майкла в этот раз и вторая причина первая причина хочу почему я хочу туда поехать я думаю что там будет симпатичные виды по пути и самой деревне а вторая причина я хочу посмотреть насколько удобно на этом мотоцикле ездить далеко расстояние туда около 50 миль соответственно 50 миль обратно это конечно небольшое расстояние но я думаю что свое впечатление я смогу составить об этом мотоцикле о том насколько удобно на нем ехать далеко ну что поехали а и и и и и вот и первая деревня на нашем пути она называется satan on the forest мне она очень нравится посмотрите какая симпатичная эта деревня очень старая она трижды упомянута в книге страшного суда книга страшного суда думстый бук это старинная перепись она была заказана королем вильгельмом завоевателем 1086 году когда он завоевал англию и уэльс как говорит рукопись и потом середине зимы года 1085 был король в лостере со своим советом и было большое собрание и обсуждал он очень подробно об этой стране и сколько людей здесь живет и что это за люди потом послал король своих людей по всей англии в каждое графство с поручением узнать сколько жилищ в каждом графстве какая земля принадлежит королю и что за имущество на той земле и сколько должны ему платить подать и в год с каждого графства видели памятник это памятник канадцам которые погибли участвовали здесь во второй мировой войне в этой деревне находилась авиабаза во время войны отсюда летали бомбардировщики почему называется книга страшного суда дело в том что когда переписчики вот эти приходили к людям они оценивали их имущество и назначали налог и решение переписчиков было окончательным ничего было уже изменить нельзя поэтому как и при страшном суде окончательное решение в часе погода-то кажется ухудшается джентльмены ветер и так все выглядит что будет дождь а вот и следующая деревня стилингтон эта деревня тоже очень старая вот это церковь святого николая 15 века не знаю успели вы посмотреть или нет я она тоже упомянута книги страшного суда у нее было немножко другое название но очень похоже стиль как-то так похоже звучит вот понятно что дома которые вы видите они не настолько старые ну в общем тоже не новые уже вот а во времена вильгельма завоевателя здесь скорее всего стояли просто хижины ну и может быть блин обитные или может быть деревянные постройки которых конечно не сохранилось и вот деревня бранжа брансбей это название идет от викингов здесь очень много таких деревень сэлби гримсбей и вот это бий на конце или как здесь произносят бай означает поселение то есть переводе название этой деревни с языка викингов какой уж там у них был язык ческать я вам даже не скажу означает поселение бранда ранние истории англии вообще очень тесно переплетена с историей скандинавии то есть викинги нападали сюда нападали на страну постоянно ну и селились здесь поэтому осталось от них много чего и название улиц и название деревень и городов надо сказать это похоже на историю россии викинги тоже завоевывали нападали точнее говоря на русские земли приблизительно где-то в это же время смотрите какие же описанные поля да как на как на картинке какой-то как нереально сегодня погода только конечно подвела дождя не обещали но здесь очень те часто с этими прогнозами плохо потому что остров и ситуация меняется очень быстро вот вроде все нормально нормально потом бах откуда не возьмись принесло тучи и пошел дождь то есть дождь почти практически предсказать но очень трудно и наоборот к счастью бывает говорят вот будет дождь но его нету люди которые живут в этих местах они в основном работают сельском хозяйстве точнее говоря работали сейчас но сейчас все больше и больше туризма очень много туристов в основном англичане вот и народ обслуживает туристов так куда нам ехать ховингом так как а куда нам ехать нифига не понял я думаю направо посмотрите как деревья закрывают дорогу как будто тоннель такое очень часто встречается на юге англии а у нас не очень часто но как видите встречается англия по большому счету делится на две части юг и север богатый юг и небогатый север на севере промышленность на юге торговля и банки вот соответственно на юге жить дороже а у нас более или менее это не значит конечно что в магазинах другие цены это значит что жилье дороже по большому счету нормальный человек в лондоне жилье купить просто не может сколько бы он не работал прям тайга Поглядите, джентльный Мостяк А вот у Ховинга Здесь я еще не был Вот остановился показать вам немножко вокруг Посмотрите, как симпатично У этих коттеджей есть имена То есть номеров нет Ну понятно, почтальон знает Так что почта доходит, не волнуйтесь Чорч-стрит, надо полагать там в конце где-то церковь Чорч-стрит обычно В деревнях и в городах Называются главные улицы Или близкие к ним Хотя они просто иногда называются Мейн-стрит Без лишних затруднений Вот Но Чорч-стрит, как правило, по-русски переводится как Улица Ленина Кейк-Отвич Вот, ну поехали Поехали дальше Посмотрим Так Слингсби Опять Викинговское название В этих краях я уже не бывал Не заезжал как-то сюда никогда Ничего тут не знаю Поэтому самому любопытно посмотреть Но мне нравится Посмотрите, какие симпатичные домишки Написан был знак На знаке написано Кастл Ховард Это замок Ховард Он Это один из самых Знаменитых Ну это не замок Как бы это дом Вот У него тысяча акров земли Огромный участок там Вот Ну и Ну в общем это музей Достаточно знаменитый Я бывал там Пару раз Но уже давно Честно говоря Плохо помню Вот Туришки сюда ездят Также здесь Популярно Путешествие на караванах Люди Берут караваны в аренду Или Они просто покупают Эти караваны И ездят на них И живут в них Гуляют Ездят на велосипедах Здесь этого Довольно много Бартон-Лё-Стрит Обратите внимание Сходятся Похожие Названия на французский Лё-Стрит Да Лё Но это следы Норманов Когда они завоевали Англию Вот Соответственно Много названий осталось С тех времен Узнать И тогда язык был Французский А у простонародия Английский И очень много Всяких заимствований В английском языке Из французского Ещё с тех времён Интересная история В этом плане Со словом Спорт Первоначально Это было Французское слово И оно означало Охоту С увеселениями То есть Такая охота Для удовольствия Затем Это слово Было заимствовано Англичанами В этом же значении И в Англии Кроме того Оно ещё Приобрело Значение Слова Спорт То есть Спорт Как мы его знаем Сейчас Во Франции К тому времени Это слово Вышло из употребления Его забыли И французы Опять заимствовали Его англичан Но уже только В значении Спорт То есть В том виде В каком Мы знаем его Сейчас Интересные Получаются Вещи С языком Эти вот Спаниели У меня У соседа Соседа была Спаниель Так это был Тихий ужас Ей нужно бегать И она бегает Бегает Кругами Просто Бегает 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 А ты смотришь И у тебя Начинает Кружиться Голова Мы смотрели Вместе С моей собакой У меня Обчарка Была Немецкая Тот Тоже Удивлялся Судя По выражению Морды Какая Собака Была Джентльмены Умер От Старости Эти дома Современные Или более Или менее Современные Вот этот Современный Совсем А так Есть Здесь Довоенные Вот эти Тоже Послевоенные Уже Дома Они Мне не очень Нравится Как они Выглядят Но У них Планировки Неплохие Внутри Большие Квадратные Комнаты В таких Домах Суинтон Молтон Это Это Небольшой Макеттаун То есть Город В котором Был рынок Изначально Здесь Молты Не часто Проходят Рынки На которых Продают Местную Еду То есть Они считают Себя Пищевой Столицей Йоркшира Мы Ездили Пару Раз Но Английская Кухня Мне не Очень Импонирует Поэтому Я Как-то Так Довольно Равнодушно К этому Отношусь Продают Ну вот С этой Пробкой Мы Въезжаем Город Пикеринг Легенда Гласит Что Название Город Получил От Двух Слов Пайк Щука И Ринь Кольцо И Случилось Мол Дело Такое Что Король Потерял Кольцо Обвинили Служанку И Хотели Ее Казнить Но Тут Кто-то Поймал Щуку Значит И Щуки Этой Нашли Кольцо А Король Так Обрадовался Что Нашли Кольцо Что Он Еще И Женился На Этой Служанке Но Это Все Ерунда Так Историки Говорят Что Никакого Конечно Отношения К Щуке И Кольцу Название Не Имеет Да Я думаю Что Это Любому Понятно Что За Глупая История Ну Представьте Джентльмены Ну Потерял Кольцо Ну Нашел Кольцо Жениться Зачем Жениться Надо Аккуратнее Не Надо Жениться На Первой Попавшейся Служанки Так Куда Нам Ехать Здесь Давайте Развернемся Посмотрим Этот Замок Замок Этот Нормандский Старинный И Будет Обидно Если Мы Его Не Посмотрим Как Кто К Нему Теперь Выехать Налево Наверное А Не Направо Вот Знак Симпатичный Городок Как Как Говорил Остап Бендер Улучшайте Дороги Мерси За прием Ну Что-то Что-то Очень Еще Медленно Касл Каслгейт Вот Гейт Здесь Тоже Означает Улица А не Ворота Да Немного Мы Видим От Замка Ну Кое-что Из Башен Трещет На такой Дороге Просто Неимоверно Пальма Растут Такое у нас Клима Джентльмен Короче Не сильно Мы увидели Этот Замок Дороге 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 Субтитры создавал DimaTorzok